В ГАЭ по обвинению в получении взятки был задержан начальник отделения ГИБДД Дмитрий Сулацков. По версии следствия, он через посредника получил 80 тысяч рублей. Деньги стали оплатой за выдущий орчанки водительского удостоверения без сдачи практической части экзамена. Главного дорожного полицейского ГАЭ задержали в понедельник. В его машине были обнаружены те самые купюры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Спустя почти 48 часов после задержания обвиняемого привезли в суд для избрания меры пресечения. Следователи прокурор ходатайствовали о заключении под стражу. Адвокат и сам Дмитрий Сергеевич просили о домашнем аресте. С учетом личности обвиняемого и тяжести вменяемого ему преступления суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 11 февраля 2024 года, установив запреты, такие как общаться с посторонними, покидать место жительства, пользоваться телефоном. Майор полиции Дмитрий Сулацков был освобожден из-под стражи в зале суда. Свою вину он не признает. В ГАЭ осудили бывшего сотрудника Орской полиции, попавшего в аварию, в результате которой погибли еще двое полицейских. Мужчины лишили свободы на 9 лет. Напомним, в октябре прошлого года на Оренбургской трассе на территории Гайского округа случилось ДТП. Спустя больше года виновник того трагического события выслушал приговор. По данным Гайского городского суда, осенью 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в темное время суток, передвигался на автомобиле по трассе. В зоне действия знаков опасный поворот направо, ограничение максимальной скорости 70 км в час и обгон запрещен. Он не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. В результате два пассажира, которые находились на заднем сиденье и не были пристегнуты, вылетели из салона автомобиля через лобовое стекло и от полученных травм скончались на месте. Водитель же после произошедшего покинул место событий. В судебном заседании мужчина не признал свою вину, однако суд, изучив все собранные по делу доказательства, показания 23 свидетелей, а также экспертов, признал лицо виновным. Мужчина лишен свободы на 9 лет и водительских прав на 2,5 года. Временно исполняющим обязанности начальника отделения ГИБДД в ГАИ будет капитан полиции Рустам Кадырбаев, трудящийся в штате подразделения в должности старшего инспектора безопасности дорожного движения. Такую информацию корреспондентам ГАИ.РФ предоставили в областном УМВД. Напомним, 13 декабря стало известно о задержании главного дорожного полицейского ГАИского округа Дмитрия Сулацкого. Майора полиции обвинили в получении взятки в 80 тысяч рублей за выдачу водительского удостоверения без фактической сдачи экзамена. Сейчас полицейский находится под домашним арестом. Свою вину он не признает. Расследование уголовного дела продолжается, впрочем, как и текущая работа отделения ГИБДД в ГАИ. Гайчанин не смог насладиться творчеством Гарика Сукачева. Мужчина купил билеты на концерт в Оренбурге, но его отменили в последний момент. Житель ГАИ обратился к организаторам за возвратом денежных средств, но получил отказ. Недолго думая, Гайчанин пошел в мировой суд, потребовав своих денег, а также компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования частично, а истец получил 4800 рублей за билеты и еще 10 тысяч в качестве компенсации. В ГАИ приступили к украшению центральной площади. К Новому году рабочие установили металлическое основание главного символа праздника – новогодней елки. На площадь заведены светодиодные цифры 2024, а также другие фигуры – снеговики, подарок, елочный шар. Напомним, что в этом году оформление площади будет отличаться от прежних. Так, в центре города не будет ледяных фигур. В текущем году в ГАИ рассмотрены 22 уголовных дела в отношении родителей, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов. Среди них 4 женщины и 18 мужчин. Учитывая характер совершенных преступлений, судом по всем делам было назначено наказание в виде исправительных работ на срок от 3 месяцев до года с удержанием от 5 до 15 процентов из заработной платы осужденных в доход государства. Гайский межрайонный прокурор требует от администрации округа наладить работу муниципального маршрута ГАИ «Белошапка». Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушение по организации регулярных перевозок пассажиров. В апреле 2023 года на общем собрании жителей села поднимался этот вопрос. Однако до настоящего времени маршрут не утвержден ввиду отсутствия пассажира оборота. Прокурор просит обязать ответчика незамедлительно устранить нарушения законодательства и создать условия для предоставления транспортных услуг населению. Иск принят к производству суда. Гайчане станут обладателями электронных медицинских карт. В 2022 году медицинские работники области перешли на региональную электронную цифровую платформу. Через личный кабинет на госуслугах пациент может видеть сведения об оказанных медицинских услугах. Прием врача, госпитализация, вакцинация, лабораторные исследования, выдача листов нетрудоспособности, оформление на инвалидность. На 2024 год запланирована передача информации в личные кабинеты о периодических профосмотрах и деспонсоризации. В настоящее время электронная и бумажная версии медкарт ведутся параллельно. В ближайшей перспективе планируется полный переход на электронную версию медкарты, рассказал главный врач городской больницы ГАА Алексей Федосов. С 8 по 10 декабря в Зеленодольской республике Татарстан прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова. Участие в соревнованиях приняли воспитанники секции тяжелой атлетики «Сок здоровья» под руководством тренера Андрея Егоркина. Победу в весовой категории до 55 килограммов одержала гайчанка Анна Кондратьева. Она также выполнила норматив мастера спорта России по тяжелой атлетике. Поздравляем спортсменку и тренера с этим достижением и желаем новых побед! Кировская обувная фабрика принимает обувь на реставрацию. 20 декабря в Гае ДК «Горняк». 21 в Ковандыке. Магазин «Миляш». В Медногорске ДК «Металур». Продолжение следует...